Добрый день! Меня зовут Сергей Чураков. В этом видео я вам сейчас покажу, как очень-очень просто сделать дубликат такого сайта для своих партнеров в бизнесе с компанией Домленд. Потому что люди сейчас все пользуются жилищно-коммунальными услугами, все пользуются водой, все пользуются электричеством, все это за все оплачивают. А вот как экономить на этом? Потому что большая часть, конечно, потребляемых ресурсов, она просто-напросто спускается в унитаз, в канализацию и так далее. Надо пользоваться грамотно. Так вот, засекаю время, как быстро я сделаю дубляж этого сайта. Время ровно 2 часа. Сегодня у нас 4.09.2014 года. Ровно 2 часа. Поехали. Зашел в кабинет Access, нажимаю ViewApps. Тут можно клиентской помощи. Так, ввожу почту, пароль. Посмотреть данные. Вход в C-Panel. Сразу делаем домен. Субдомены. Пока загружается. Субдомен. Вот такой будет субдомен у меня. Так, нажимаем создать. Создается субдомен. Поддомен был создан. Нажимаю Go Back. Нажимаю Home. Далее. Диспетчер файлов. Выбираю сразу. Так, эконом. Эконом. Так, проверяю, тут ли этот. То есть должно быть эконом.megamoney.biz. Нажимаем идти. Здесь проверяем, чтобы была папка с названием поддомена. Здесь папка пустая, сайт еще не загружен. Теперь загружаем архив. Так, вот этот архив партнером. Нажимаем открыть. Здесь справа внизу загрузка. Комплект. Home. Загрузился архив. Кликнули на него. Правая клавиша. Extract. Нажимаем Extract. Разархивировали. Close. Поехали дальше. На C-панели выбираем RV Site Builder. Дальше нажимаем. Здесь есть кнопочка Создать проект. А есть Восстановить проект. Нажимаем Восстановить проект. Нажимаем Обзор. Выбираю файл. С проектом. Нажимаем Загрузить. Здесь читаем и нажимаем вот эту кнопочку Создать новый ID. Дальше продолжение идет распаковки архива. Проект восстанавливается. Вот он проект. Домленд. Партнером. Тире один. Я его сразу переименую. Так. Татьяна Овчарова. Нажимаю Сохранить. Вот он этот проект. Нажимаю Редактировать. Здесь две страницы. Сразу нажимаем на карандаш каждой страницы. Так. Пока загружается. Беру ID номер. Раз. И сразу буду делать реферальную ссылочку. Так. Одна страница загружается и другая страница загружается в редакторе. Вода. Основу себя. Выключаем. Сейчас второй загрузится. Тоже болтливый. Так. Вот так. Выключаем. Дальше. Надо изменить на этих двух страницах реферальную ссылочку. То есть реферальная ссылочка. Вот. У нас есть кнопочка. Хочу купить. Кликаем на нее. Правой клавишей. Вставить. Редактировать гиперссылку. Здесь вставляем. Косая черту и номер. Я сразу скопирую с косой чертой. Вот так. Для удобства. И нажимаю Вставить. Пролистаем ниже. Кликнули. Вставить. Редактировать. Сюда. И вставить. И нажимаю Вставить. Так. Три кнопочки изменил. Нажимаем Сохранить. На этой странице больше делать нечего. Теперь нажимаем Схема модели. Пускай грузится. Переходим сразу же на вторую страницу с маркетингом. Здесь хочу купить то же самое. Меняем на свою реферальную ссылочку. Вставили. Вставили. Кликнули. Правой клавишей Вставить. Редактировать. Раз. Вставить. Вставить. Теперь далее. Форма обратной связи. Можно кликнуть вот так. И правой клавишей Edit Form. А можно навести сюда. И здесь форма. Кликаем сюда. Так. Открывается лист. Контакт use. Так. Форма редактирования. Вот такая форма. Здесь есть e-mail Setup. Нажимаем e-mail Setup. И вот этот e-mail меняем на нужный e-mail. Так. То есть вот этот e-mail удаляем. И вставляем. Все. Больше можно ничего не менять. И нажимаете Save. Нажимаете крестик. И здесь тоже крестик. Все. В форме уже внесены изменения. Дальше. Сохранить. Обязательно сохранить. Поехали дальше. Здесь подгрузилась. Нажимаем в правой колонке Edit. Так. Фото. Кликаем на фото. То есть выделено. Дальше. На вставить картиночку нажимаем. Личное изображение. Рокал файл. И нажимаем загрузить. Обзор. Выбираем файл. Вот. Картинку. Нажимаем загрузить. Картинка загрузилась. Можно вот здесь еще. Всплывающая подсказка. Так. Всплывающая подсказка. То есть на случай, если картинка не отобразится, значит будет отображено имя с фамилией. Сразу это все дело я скопирую. И нажимаем вставить. Стоп. Вставить. Я неправильно сделал. Прежде чем вставлять, нужно фотографию подредактировать. Открываете в фотошопе. Картинка открыта. Вот сюда навели. Правой клавишей щелкнули. Размер изображения. Здесь ширина 2171. Это слишком много. Ну, сделайте 150 пикселей. Ну, высота 200. Пойдет. Нажимаете ОК. Все. Нажимаете крестик. Сохранить. Сохранить. Здесь прогрессивный. Маленький размер. ОК. Так. Кликнули еще раз на картинку. Кликнули сюда. Личные изображения. Локал файл. Загрузить. Обзор. Открыть. Перезаписать. Поставили мелочи. И загрузить. Здесь уже показаны размеры 150 на 200. Нажимаете вставить. Все. У вас все нормально. Теперь дальше. Надо заменить имя и фамилию. Кликнули на имя и фамилию. Нажимаете источник. Ищите имя и фамилию. Выделяете. И вставляете имя и фамилию свое. Далее. Заменяете скайп. Выделяете скайп. Вместо слова скайп, вот здесь вот, впереди двоеточие и сзади вопрос. Вставляете логин скайпа. И вот здесь слово скайп заменяете на логин скайпа. Далее. Телефон. Выделяете. Ищите. Вот этот плюс обязательно остается. Слово телефон заменяете. Впереди плюс семь получается. Дальше. Так и сделаю. И еще в телефоне, вот здесь, следующее слово телефон. Выделяете и заменяете. Теперь следующее. Mail to e-mail. Вот слово e-mail меняете на почту. И слово почта тоже меняете на почту. Берем почту. Почту выделяете и вставляете. И вот это e-mail выделяете и вставляете. Так. Стоп. Скопировать ссылку. Потому что скайп имеет такую особенность, когда дополнительный код дает. То есть здесь должна быть только электронный ящик должен быть. Дальше. Вот здесь e-mail выделяете и вставляете. То есть здесь получается в кавычках это все. Дальше. Должно быть вот это слово mail to и двоеточие. Дальше. Ваш почтовый ящик. И нажимаете сохранить. Как вы видите изменилась фотография, изменилась имя, фамилия и контактные данные. Дальше. Дальше. Здесь кнопка. Эту кнопку надо изменить на реферальную. То есть я скопирую ID номер. Нажимаю гиперссылку. Здесь дописываю и вставляю. То есть домлен, косая черта и ID номер. Нажимаю вставить. Дальше. Ниже. При виде друга получи деньги. Кликаем. Правой клавишей вставить редактирую гиперссылку. Кликаем на вторую страницу маркетинг домленд. Нажимаем вставить. Больше ничего здесь не меняем. Нажимаем сохранить. Нажимаем вот этот крестик. Теперь дальше. Подвал. Нажимаем внизу на слово edit. Там нужно ввести код полученный в контакте. То есть комментарий из контакта. Как сделать комментарий из контакта. Я вам сейчас расскажу. Идем в контакт. Так. Значит заходим по такой ссылочке в ВК, косая черта Dave, косая черта comments. Здесь будет у вас вот такая страничка подключить новый сайт. Здесь пишите название сайта. Как вы хотите. То есть допустим экономия воды. Дальше. Адрес сайта. Адрес сайта. Что это такое? То есть заранее я вам с Татьяной подготовил ее код домен. То есть адрес сайта это вот эта ссылочка. То есть та ссылочка по которой будет переход. Вот. Берете вот так копируете. И вот здесь вот так вставляете. Все. Название вставляете. Название вот так. Берете копируете. И вставляете. То есть экономия на счетах. Дальше. Тематику. Выбираете тематику. Допустим бизнес пускай будет. Дальше. Вот здесь ширину делаете 450 пикселей. Здесь количество комментариев. Ну оставьте 10 по умолчанию. После этого нажимаете кнопочку сохранить. Заполняете вот эту капчу. И у вас все будет уже работать. И после этого вам нужно взять вот этот код для вставки. То есть вот этот код выделяете. Копируете. И нужно теперь вставить этот код вот в это место. Куда я вам сейчас скажу. То есть вот вместо вот этого вставляем код. Чтобы его вставить нужно перевести редактор в режим источник. Нажимаем внизу тут источник. Вот видите уже выделены комментарии из ВКонтакте. И на место вот этого. То есть это удаляете. И сюда вставляете тот код. Значит код уже был взят. Вот он. Так. Так. И сюда вставляете этот код. Дальше. В этом коде еще надо найти комментарии в Фейсбуке. Потому что вот здесь слово domland.mogamani.dx его надо заменить. То есть на свой URL. Значит как это сделать. Берем URL. Копирует ссылку. Выделяете вот эту URL. И вставляете в свой URL. И нажимаете кнопочку сохранить. После того как вы разместили комментарии в ВКонтакте и в Фейсбуке. Значит вот здесь есть партнерская программа. Выделите вот это словосочетание. И вверху есть слово link. Выберите marketing domland. То есть на всякий случай просто протублируйте. И нажимаете также сохранить. Все. После этого закрываете на крестик. Нажимаете update. И крестик. Здесь тоже можно сразу крестик нажать. Чтобы страница не загружалась. Так. Все. Теперь нам осталось опубликовать данный сайт. Нажимаем публиковать. Выбираем домен. Так. Домен. Эконом. Мегамани. Проверяем. Эконом. Мегамани. Все. Выбрали домен. Который надо опубликовать. И нажимаете кнопочку публиковать. Все. Теперь идем в чаёк. кофе. Либо сидим, наблюдаем, как публикуется сайт в домене. Либо в поддомене. Включается видеоролик. Контакты рабочие. То есть проверяем сайт. Все контакты. Когда мы наводим на скайп. Вот слева внизу. Вот здесь слева внизу. Вот отображен целый код. То есть должно быть скайп двоеточие. Логин скайпа. Вопрос. Кол. Дальше. Телефон. Должно быть в слевом углу. Тел. Двоеточие. Плюс. И номер телефона. Дальше. Емейл. Должно быть следующее. Как вы видите. Мейл ту. Двоеточие. И емейл. То есть все вот эти контакты. Они кликабельные. То есть например. Ведя на скайп. Нажимаем на скайп. Сразу. Вызов скайп. Я нажму отмена. Теперь поехали дальше. По вот этим кнопочкам. Проверяем. Значит. ID номер должен быть ваш. То есть. 102 822. Проверяем. То есть когда мы наводим на кнопочку. Слева внизу. Вы увидите. DomLand.com 102 822. Сюда. 102 822. Сюда. То же самое. Сюда. То же самое. Так. Комментарии уже стоит. Все на месте. Теперь давайте. Перейдем еще на вот эту кнопочку. Она работает или нет. Проверим. Значит. Marketing-DomLand.php. Экономия на счетах ЖКХ. В общем вторая страничка. Да. Проверяю. Значит. Навожу на кнопочку. И слева внизу в углу. Номер 102 822. Здесь. То же самое. И здесь то же самое. Теперь форма обратной связи. Заполню. Имя. Татьяна. Проверяю. Так. Здесь. Проверяется страница. Татьяна. Овчарова, e-mail, e-mail какой-нибудь, напишу, допустим, свой. Так, телефон, скайп, сообщения. Например, вот так, и скопирую ее адрес сайта, так, раз, все, и нажимаю кнопочку «Соединять». Все, сообщение через форму сейчас уйдет ей на электронную почту. Все, благодарим за заполнение формы, мы свяжемся с вами как можно скорее. Все, собственно говоря, сайт готов, сайт работает и приносит вам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, деньги. Сайт дальше надо, естественно, раскручивать. Значит, уложились буквально в 23 минуты за создание дубляжа такого же сайта. С вами был Сергей Чураков. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok